Здравствуйте! Мы семья Слободсковы! Добрый вечер! Замечательная наша дружная орденоносная семья. Расскажите, пожалуйста, как вам возникла идея отправить документы на этот конкурс и стать обладателем награды «Родительская слава»? Мы, если честно сказать, не планировали, конечно. У нас работала замечательная замглавы администрации нашей сельской, и она предложила нам подать документы. И, если честно, мы уже не надеялись, что пройдем, потому что прошло уже около полутора-двух лет. И нам позвонили, все-таки рассмотрели, видимо, наши документы и приняли положительное решение о награждении нас медалью «Орден Родительская слава». Как вы познакомились? Ну, мы жили всегда на соседних улицах. Учились в одной школе, но близко никогда не дружили, не общались. Просто как-то раз встретились в одной компании и начали общаться. И вот с этого момента… Больше не расстаемся. На одной улице живут мои родители, на соседней улице живут другие родители. Ну, совсем рядышком, там метров 200-300, наверное. Андрей, чем Татьяна зацепила? Ну, знаете, когда вот человек встретишь, не знаю, не то глазами там, не то… Увидишь его и думаешь, это твой человек. Вот. Не могу сказать тем, но вот когда мы пообщались вот в тот вечер, вот, я уже подумал, что все это моя будущая половинка. Мне Андрей понравился своим, не знаю, спокойствием какой. Каким-то дарил спокойствие. Умный, интеллигентный. Тоже я сразу поняла, что моя половина. Мы довольно-таки недолго встречались, в течение всего шести месяцев. И через шесть месяцев уже сыграли свадьбу. У нас необычное предложение было, так скажем. Мы просто сели и, посовещавшись, решили пожениться. Вот и все, да. Ну, расскажите, вот сидят за столом с нами ваши продолжения, ваши замечательные дети. Познакомьте наших телезрителей с ними. Ну, старший наш первенец, сын Александр. 16 лет ему. В этом году он закончил на хорошо и отлично 9 классов и поступил на бюджет в нефтегазоразведочный техникум. Вот. Занимается спортом, баскетболом. Сейчас играет за нефтегазоразведочный техникум. Вот. Владимир. Владимиру 9 лет, скоро 10 лет. Тоже учится на хорошо и отлично в четвертом классе. Занимается футболом, бассейн. Вот в ближайшую... В эту пятницу у него соревнования городские по плаванию. Плавает брас, кроль. Ну, пока первые и вторые места... Ну, и девчонки-двойняшки. Украшения нашей семьи. Им по 5 лет. Они в старшую группу в садик ходят. Занимаются спортивной гимнастикой, танцами, вокалом. Любят рисовать. Помогают нам. Все дети помогают нам по дому. Ну, в общем-то, вот так. И живем дружно, весело. Скучно нам никогда не бывает. Александр, расскажите, а почему вот выбрали именно спорт, направление спортивное? Выбрал я баскетбол, потому что это не только игра руками и ногами. Это, ну, в первую очередь, логическая игра. Вот эти меня привлекают больше всего. А ты почему выбрал плавание? Ну, плавание я выбрал, потому что, ну, то есть, достойно, ну... Потому что мама сказала, потому что плавание – это закаливание. Какие цели ты для себя ставишь? Занять первые места. А уже были победы в твоей жизни? Да, были две победы. А что в футболе тебе нравится? В футболе мне нравится, ну, тоже, выносливость, стремление к победе, характер. А чем родители вообще увлекаются, увлекались? Вы в детстве тоже так же было много кружков, занятий? Нет, когда мы учились в школе, как раз-таки кружков и такого разнообразия выбора дополнительного образования не было. Ну, по крайней мере, у нас здесь. Да, были какие-то там спортивные кружки, волейбол, баскетбол на базе школы. Как просто вот... А вот чтобы на таком уровне, конечно, такого не было у нас. Какие у вас семейные традиции? То есть, что вы делаете все вместе? Ну, мы по возможности стараемся вместе собираться. Ну, да, как вы видите, как мы с вами договаривались, это очень трудно сделать. У нас разное расписание, много дополнительных всяких занятий. И первая смена, и вторая смена, и муж работает сутками. График у нас достаточно плотный, но мы стараемся вместе собираться, хотя бы просто за ужином. Стараемся выезжать куда-то вместе отдыхать. В лес, на природу. Стараемся, конечно, выезжать. Сын у нас старший очень рыбалкой заинтересовался. Поэтому, по крайней мере, мы с ним и со средним сыном. Девчатам-то еще рановато. Вот и летнюю, и зимнюю рыбалку. Ну, уже несколько лет подряд Володька у нас увлекался вообще раньше всем военным. Вот у него была военная форма, там пистолеты, автоматы. Вот. И на Новый год, на день рождения на Новый год, я ему всегда покупаю сухпайки. Вот. И с этими сухпайками после Нового года мы идем в лес, берем племянника, вот, разводим костер, едим этот сухпайок, катаемся на горке. Ну, вот это у нас уже традиция, наверное, года 3-4, наверное. Девчонки помогают маме. Мы выращиваем комнатные растения, печем торты, читаем букварь. И папе помогаем. И папе помогаем, и маме помогаем. Гуляем. Да. Занимаемся своими делами. А какое вообще любимое блюдо в вашей семье? Мясо на костре. Это любят все. Я люблю... Стараемся в свободное время приготовить, да, и позвать одних родителей, других родителей на ужин. Я люблю больше всех арбуз. Да, это у нас тоже, как бы, зачастую традицией стало. Чем вы занимаетесь вообще в жизни? Я врач-вкушер-гинеколог. Вот. Работаю в Оренбургском областном перинатальном центре. В ладонне. Да. Врач высшей категории, старшая работа у меня 18 лет на данный момент. Ну вот. Ну. Так что трудимся там. Я учитель начальных классов в местной школе, школе Ясень. Учитель первой категории. Скажите, у вас есть какая-то семейная реликвия? Ну, семейная реликвия, наверное, это медали моего прадедушки. Он был участником Великой Отечественной войны. И медали эти на красной подушечке хранятся сейчас у моих родителей. Ну и предполагается, что, наверное, нам они перейдут по наследству. В чем, по-вашему, секрет семейного счастья? Секрет семейного счастья – это в уважении друг друга. Вот. То есть надо ценить, уважить друг друга, помогать. Еще секрет семейного счастья, конечно, ну, не знаю, в здоровье, что ли. Потому что если все здоровы, то и все счастливы. Вот. И когда есть брать откуда пример, положительный пример, то стараешься этому примеру соответствовать и детям то же самое привить. Вот. А пример у нас – это наши родители и Татьянины, и на мои. Вот. Мои в браке уже… Сколько? Да, много. Ну, да. Уже серебряная свадьба была. Вот. Трое детей, у них тоже семья многодетная. Вот. Татьяна и родители тоже уже достаточно долго в браке. Вот. Поэтому они у нас как пример. Твои дети, у них мама. А мы как считаемся продолжением их традиций. Это крепкая семья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова